Я думаю, что нам стоит считать наше заседание русской национальной консеренции, как бы они одной из технических задач ставят, сближение русского интеллекта и русских политических деятелей, которые предпринимают какие-то реальные шаги, раздвигающие ситуации в той первой точке, в которую нас некие деятели постарались завести и лишить русское движение интеллекта. Поэтому я думаю, что мы в этом направлении должны двигаться. Развивать русский национальный интеллект и приобщать его к политике, а политиков к русскому интеллекту. Тема моего выступления связана с текущим положением дел, с этой катастрофой, которую нам подготовила недействующая власть. И что мы должны, каким образом мы должны представить свою позицию, что в этой ситуации следует делать. Конечно, не этой власти, которая абсолютно безнадежна, во всех отношениях, недееспособна, недееспособна в том числе и интеллектуальна. И мы, глядя на физиономию этих людей, которые собрались на съезд в Единой России, выставили себя в виде такого иконостаса, мы прекрасно видим, что это люди, на лицах которых написано полное равнодушие к нашей стране, полная неспособность осмыслить ситуацию именно для страны, для самих себя, для своего кармана, для своей политической судьбы. Наверное, они что-то там думают своим не очень глубоким умом. Но то, что мы видим и то, что происходит, иначе как абсурдом, назвать нельзя. Потому что эти люди уже даже не осознают, что они несут полную ересь. На съезде партии Единая Россия, так называемая правящая партия, самопровозглашенная, самозванная, можно сказать, во всех отношениях партия, они объявили свою идеологию. Это, конечно, для политологов просто посмеяться. Они назвали свою идеологию «центристский консерватизм». Что это такое и с чем это едят? Ну, видимо, последующие поколения будут долго думать, чесать в затылок. По крайней мере, партии Единая Россия не знают, что это такое. Мы тоже не знаем, но по тому, как они действуют, мы можем считать, что «центристский консерватизм» – это рецепт уничтожения нашей страны. А какова наша идеология? У них вот такая. У нашей идеологии в русском движении – это русский национализм. Не в том смысле, который нам преподносят по телевидению, говоря, вот смотрите, украинский национализм, вот русский, он примерно такой же. Украинского национализма не существует, потому что не существует украинской нации. Соответственно, и все, что нам показывают, к национализму не имеет никакого отношения. А то, что русский интеллект в качестве национализма представляет, это есть в огромном количестве книг, за которые нам не стыдно. Их национальная идея, они долго думали, четверть века они думали, и, наконец, прорвало, и на днях вдруг они провозгласили, что национальная идея России – это патриотизм. Вот что такое патриотизм, они теперь будут, наверное, еще четверть века объяснять. А что такое патриотизм, что они вообще имели в виду под этим? Разграбление нашей страны, сдача наших национальных интересов, сговор за кулисами с самыми нашими отъявленными врагами, сдача всей национальной собственности кучки олигархов – вот это, видимо, они считают патриотизмом. А наша национальная идея какая? Ну, самым коротким образом можно сказать – это построение русского национального государства. Там, где правит нация. Там, кроме русской нации, на Руси другой нации быть не может. Народы другие могут жить, никто против них не выступает. А в политическом смысле нация только одна – русская нация. Их антикризисный план объявлен недавно. Это просто перечень бюджетных трат. И одновременно вводятся дополнительные налоги, акцизы, которые обдирают нас всех. То есть из одного кармана нашего вынули, в другой положили кому-то. Кому-то положили из тех, кому не надо помогать. И, может быть, отчасти попадет и тем, кто находится в самом тяжелом положении. Все это они называют антикризисной программой. Что такое наша антикризисная программа и с чем мы должны выступать? Это русская национальная диктатура. Национальная диктатура именно в том плане, в котором диктатуру понимали и в Древнем Риме, и в русской национальной философии. О чем писал Иван Ильин в своей статье о диктатуре. Не очень много он слов по поводу диктатуры произнес, но совершенно внятно потребовал национальной диктатуры после того безвремения, которое наступит. И у нас оно наступило. Он предвкушал, что оно наступит после краха коммунистического режима. Их кадры это варьё, инфантилы, тунеядцы, профаны. Наши кадры собираются в русском национальном движении. Вот мы видим полное несовпадение наших интересов, наших ориентиров. И их интересов, и их ориентиров. Они предлагают свои ориентиры вывести на выборы. Полностью фальсифицированы уже в самом начале, даже когда о них начали только говорить. Они уже разделили там места. И никого больше, уверяю вас, кроме тех, кто уже там сидит в Государственной Думе, туда они не допустят. Никакой связи с народом, с правом, с Конституцией у них нет. Мы, естественно, должны как-то ответить на это. Можно раздрёкать все наши силы и распределить в разные партии, которым позволено будет что-то там сказать. С одной только целью, чтобы побольше людей пришло на выборы. Потому что кто же пойдёт на эти выборы, если подавляющее большинство людей знают, чем они закончатся. Опять торжеством тех же самых людей, которые грабят нашу страну. То, что хотел бы предложить от себя, отчасти мы это обсуждали на штабе Русского национального фронта. Я предлагаю выставить русский список тех людей, которых мы готовы были бы видеть в парламенте, которые представляли бы интересы подавляющего большинства граждан России. И те, кто поддерживает этот список, должны взять на себя обязательство не участвовать в фальшивых выборах, не голосовать ни за какие партии, которые обслуживают интересы ныне действующей эллигартической корпорации. Но кроме этого мы, естественно, должны смотреть дальше. Этот режим погубит сам себя. Мы не революционные матросы, которые побегут штурмовать очередной раз зимние дворецы и разрушать нашу государственность. Мы не против государственности, мы против воровской власти, которая к государственности отношений никакого не имеет. Это просто сборище людей, которые создали корпорацию, закрытое акционерное общество РФФ. Мы за Россию, а не за закрытое акционерное общество. Поэтому рано или поздно все то, что они создали, придется разобрать как завалы, разломать то, что душит нас. И это возможно только средствами национальной диктатуры. Учения о национальной диктатуре есть и в русской национальной философии, есть у немцев. Они все тщательно, привыкли, разрабатывают. Я специально принес книжку показать. Карл Шмидт «Диктатура». Написана книжка в 1921 году. Испытал за несколько лет 4 издания на немецком языке. Вот не так давно вышло на русском языке. Все в подробностях разбирается, что такое диктатура от древнейших времен до наших времен. У нас в нашем законодательстве, да, у нас нелегитимная конституция, которая не была принята на референдуме, как нам рассказали. Но тем не менее, хоть что-то есть, на что-то можно опереться. И на что здесь можно опереться? Здесь есть, во-первых, возможность введения чрезвычайного положения с помощью парламента. Статья 55 Конституции «Права и свободы человека-гражданина» могут быть ограничены федеральным законом. Только в той мере, в которой это необходимо, в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, права, законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. Это формулировка, обвинительная против ныне действующего режима. Поэтому, если будет парламент, который следует национальным интересам, он объявит на основе этой статьи чрезвычайное положение. Ведет закон, который установит на какой-то срок определенные нормы управления. Есть следующая 56 статья, на основе которой написан конституционный закон о чрезвычайном положении, где ввести чрезвычайное положение может президент своим указом. И этот указ должен быть в течение 72 часов подкреплен решением Совета Федерации, уже без государственной думы. То есть, если будет действительно у власти стоять русский национальный лидер, настоящий национальный лидер нации, то он объявит это чрезвычайное положение, потому что то, что понаворотили эти люди, находящиеся у власти, надо срочно исправлять. Как исправлять, какие меры национальной диктатуры, перефразируя людьми, можно сказать, остановить хаос военизированными средствами в единоначале, чего сейчас нет. Повести кадровую революцию, вернуть Россию на ее исторический путь, дав понятие народу, о его ценностях и о его истории. Мы выполняем это задачами, которые не раз декларировались, национализация собственности власти, еще добавлю, информационных ресурсов олигархии, национализация собственности власти и информационных ресурсов олигархии. Есть формула, очень простая, которая пользуется в лозунге, чиновник не власть, деньги не товар, средства массовой информации, не частное дело. Вот это формулы, с которыми мы можем идти к людям, объяснять, что такое на самом деле национальная диктатура. Это освобождение от диктатуры олигархии, в условиях которой мы живем. Про основу того, что может быть предпринято, даже в рамках действующего законодательства, я уже сказал, на основе конституционных норм, которые есть. И завершая, скажу, что к нам часто обращаются с таким игривым вопросом. Минус. Да, я как раз завершаю. Как вы придете к власти? А если вы на этот вопрос не отвечаете, то я вам не доверяю, и вообще вам доверять нельзя, потому что вы сами не знаете, как к власти приходить. Этот игривый вопрос предполагает отстранение человека от всякой политической деятельности, потому что на этот вопрос отвечают те, кто становятся победителями в политической борьбе. Отвечают после победы, а не до победы, раскрывая все свои планы, технологии, надежды, проекты, проспекты и так далее. То есть такой ответ напрямую, какие технологии будут использованы для завоевания власти, давать невозможно и действительно безответственно. И тот, кто задает этот вопрос, скорее хочет остаться в стороне и объяснить свое бездействие хотя бы самому себе. Мы же должны сказать, что русских национал-патриотов поднимет к власти сам режим национальной диктатуры, который является последним средством спасения России, ее суверенитета и ее будущего. Спасибо. Спасибо.